мир всем друзья я устинов алексей и находясь на больничном я решил сегодня приготовить настоящую деревенскую жареную картошку для этого нам понадобится картошечка вот такая карточка в этом году у нас не шибко крупная сейчас мы ее почистим специально вот такой станком от жилет лучше для картошки нету я не знаю это новшество конечно посмотрим как он вообще чистит очень необычно до этого ножиком всегда чистили ну тут конечно много глазков потом все это дело вырежем начистим побольше ее вот как то так может быть может быть и неплохо она прям повторяет изгибы не знаю можем можем и ножом почистить для этого нам еще понадобится вот такая луковица ее мужа нарезали полукольцом в общем что-то я попробовал и решил использовать традиционный метод чистки что что-то как-то непривычно вот этим станком который повторяет все форму лучше я как-нибудь по старинке ножом и так господи благослови поскольку сегодня у нас день не постный мы используем сало все конечно жарить не очень полезно но иногда можно тем более мы это не каждый раз делаем вообще конечно лучше использовать это дело все выпечки в русской печи например там духовке не знаю поскольку я занимаюсь копченым салом продаю у меня есть немножечко сало в данном случае сапожник без сапог не очень действует подаловка но тут остатки у меня нарезаем не вот эту шкурку пожалуй тоже уберу она не пропадет есть кому ее скушать по крайней мере это лучше чем какой-то там не рафинированное масло или точнее рафинированное это вообще вредно масло который нельзя есть вот это это жир настоящий расклады на сковородочку можно больше можно меньше я просто на глаз делаю примерно так чтобы было закрыто все дно что у нас и получается сначала мы немножко поджарим вот это сало чтоб она выделила журочек сюда вот и потом начнем уже резать картошечку это я чувствую что еще немножко добавлю сюда из тех кусочков которые у меня тут лежали ну пусть будет побольше по крайней мере оно лишним не будет все включаем включаем на девяточку господи благослови поехали так сейчас она немножко подогреется потом я накрою крышкой чтобы не брызгал так смотрится у нас тут получилось а тут уже как раз все готово как раз жирок подкопился и выкидываем сюда лучок надо его чтобы он по всей сковородочке равномерно ну сейчас мы еще помешаем да вот единственный минус у ютуба что они пока еще не придумали передачу запахов запах конечно стоит очень вкусный ну посмотрим что в итоге получится так у нас тут лучок жарится этот жар сделал поменьше на четверочку буквально чтобы не сгорела чтобы по чуть-чуть доходило ну и все и сейчас уже можно спокойно нарезать картошку соломкой например там или кому как ну в общем кто как привык кому как еще умел бы ее нарезать еще что могла на пальцы с ней не порезать а то останемся без обеда нарезать надо помельче конечно потому что это же не суп чтобы все могло пожар прожариться хорошо вот как то так сейчас мы все это порежем немножко подождем и начнем туда закидывать картошку так здесь мы смотрим и помешаем чтобы у нас ничего не сгорело огонек маленький поэтому в принципе нормально может быть даже побольше можно сделать хотя не знаю пусть будет так вот а тут поскольку уже на доску не вылезает я уже взял новый тазик чтобы нарезанную картошку высыпать сюда что потом в один момент просто насыпать чтобы у нас ничего не сгорело общем и так пока тут все у нас окончательно не сгорело надо быстрее добавлять картошку помешали что в принципе уже тут все нормально уже подошло золотистый лучок картошку мы уже всю нарубили высыпаем сюда аккуратненько полная сковородка получилось сейчас это дело помешаем я думаю крышкой не стоит накрывать чтобы это все ну как бы в кашу не превратилась добавим еще огоньку огоньку можно сразу добавить например на семерочку так пока или на восьмерочку даже если если много будет мы убавим лучше убавим все будем ждать и медленно помешивать и так если мы все правильно делаем то характерный звук должен какой-то присутствует добавляем сюда соли то ли лучше и немножко добавить если потом не хватит еще добавить нужно будет потом еще уменьшим наша задача чтобы чтобы тут никто не горел вот смотрим что у нас на выходе будет посмотрим что у нас на выходе будет можно сюда перчику черный молотый перчик чуть-чуть буквально да и наша изюминка это сухой сельдерей выращенный и засушенный выращенный в огороде засушенный это будет наша изюминка вот все это будет все это придаст просто такой хороший вкус интересный летний мы много добавлять не будем еще чуть-чуть и картошечка будет готова ну картошечка готова господи благослови сейчас мы попробуем что у нас тут получилось я думаю должно быть нормально собственно ожидаемо с чем можно подавать картошку жареную например можно добавить квашеной капусты ну как салатик что ли значит есть единственная просьба жареным не увлекаться точнее есть есть как можно реже вот это вкусно конечно но это не очень полезно так скажем вот сегодня мы показали я показал как жарить картошку по-русски или если сказать по-английски это фрейд потейтас и нрачу всего доброго и всем приятного аппетита если вам понравился этот ролик ставьте лайк делитесь этим видео с друзьями выскажите свою точку зрения в комментариях и обязательно подписывайтесь на наш канал впереди будет много интересного и полезного